В итоге происходит просто имитация деятельности, распил денег, которые западные фонды выделяют. И, естественно, это вызывает просто жуткое отторжение. И последний скандал, который случился, это так называемое соглашение о конфиденциальности, которое возникло вдруг нежелательно в публичном пространстве, что якобы области Хановской поставил условия коммуникации с ней для политиков, которые с ней заработают, по некоторым данным, для журналистов и некоторых блогеров. Подписать соглашение, которое предусматривает полный запрет на критику Тихановской и ее окружения сроком на время структничества и на 10 лет после, в случае нарушения штрафа в 30 тысяч евро за каждое подобное нарушение. Вообще, это политическая цензура, которая, мне кажется, абсолютно нонсенс для Европы. И это просто вызывает сейчас дичайшее бурление в оппозиционной среде. Ну, надеюсь, что люди, которые это подписали, все-таки как-то опубличат эту историю и обратятся вообще в прокуратуру Литвы с просьбой возбуждения дела в отношении политических мошенников, которые подобные документы им навязали подписать. Это недопустимо. Если люди выходили и боролись с Лукашенко, то чем же отличаться будет эта история, которую сейчас пытаются навязать и сделать другого вождя? Но это глупость полная.